В культурно-досуговом центре «Мечта» собрались самые богатые женщины города Одинцова. Однако их богатство – это не золото и не драгоценности, а дети. Всех гостей праздника встречал Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр. Самых успешных и активных многодетных мам администрация города Одинцова награждает ежегодно. Ежегодно в конце ноября у нас проходит мероприятие, посвященное празднованию Дня Матери. На это мероприятие у нас приглашаются мамы, награждаются многодетные мамы ежегодно, кандидатуры которых в школу подают нам самых достойных. Всегда вручаются мамам многодетным медаль, подарок. У Марины Ванягиной четверо детей. Трое своих и один приемный. Со всеми трудностями и радостями материнства она знакома, как никто другой. Невозможно сказать, какая сложность самая сложная. То ли уроки делать, то ли когда дети болеют. На самом деле, наверное, самое сложное – это смириться с тем, что твое сердце уже ходит отдельно от тебя. Когда оно поделено на четыре части, и переживаешь за каждого своего ребенка, за больного, когда он болеет, за того, кто ушел, пока он не вернулся. Ну вот это, наверное, самое сложное для матери. Старшей дочке Марины – Аня, 18 лет. Она студентка первого курса Московского государственного технического института гражданской авиации. А трое сыновей – Федор, Тихон и Дима – ученики Одинцовской школы номер один. Марина Викторовна и ее супруг Олег Вячеславович – члены родительских комитетов школы. И активно участвуют в общественной жизни учебного заведения. Марине и 16 другим выдающимся мамам подарки и медали вручил советник главы городского поселения Одинцова Михаил Солнцев. Он пожелал женщинам не останавливаться на достигнутом. По традиции, официальная церемония награждения сопровождается праздничным концертом. Свои песни мама подарил солист Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра Сергей Ручкин, у которого, кстати, трое детей. Мама моя, по тебе скучаю сквозь года, расстояние нить твоих глазах не смогу забыть. Свои музыкальные подарки для мам подготовили учащиеся городской школой современной хореографии, детских эстрадных студий «Красная звезда» и «Восьмая нота». Этот день мамы запомнят надолго. Кто знает, когда у них еще представится шанс отвлечься от бесконечных забот, погрузиться в праздничную атмосферу и получить награду за свой нелегкий материнский труд.